Берестейцам, которые в минувшие выходные решили принять участие в областном фестивале-ярмарке Дожинки-2014, сложно было не найти дорогу или сбиться с курса. На протяжении всего пути необычные указатели, соломенные фигуры подсказывали маршрут на Дожинки. Да и сам город над Пиной буквально с порога встречал гостей ярко. Народные гуляния начались с раннего утра. Несколько километров праздничных рядов с павильонами пестрили разнообразием представленных продовольственных и непродовольственных товаров, а также изделий мастеров-ремесленников. Но главное было даже немногообразие продукции. Каждый участник выставки внес свою лепту в украшение города. Практически все торговые места были оформлены с национальным колоритом, благодаря чему непередаваемая атмосфера праздника захватывала гостей с первых минут. Я представляю, сколько сил, сколько труда вложено в то, чтобы для нас состоялся этот праздник. Вот на сегодняшний момент вы просто, меня как бы застали врасплох, эйфория, такая радости вот от этого праздника. Да, кажется, что очень-очень трудно это все. Но какой все-таки праздник? И праздники должны быть. И для этого, чтобы состоялся этот праздник, конечно, очень-очень много труда. Все потрудились, как работники, как руководство. Я только в благодарности за то. Люди, мы в такой красоте с вами жить будем. И вот сейчас мы, в принципе, давно не ходили по центру нашего города. Мы в шоке. Мы, ну, перепирает гордость тоже, что это мы в такой красоте сегодня очутились. Замечательный праздник, очень красиво в нашем городе. Наш город стал гораздо лучше. Ну и очень приятно принимать здесь столько гостей. До жинки нынешнего года запомнятся гостям и жителям города Пинска не только красочной торговлей и концертными программами. Первый в стране памятник главному национальному достоянию – хлебу – был торжественно открыт в самом центре Полесья. И это не случайно. С каждым годом плодородные берестейские земли дают все больше урожая настоящего белорусского золота. Итогом уборочной страды образца 2014 года стало более 1 млн 450 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже не подвела рубеж. В 40 центнеров с гектара перешагнули более 40% хозяйств области. Но и эта цифра далеко не предел. Доказательство тому – максимум нынешнего года 75 центнеров с гектара. И принадлежит он земледельцам открытого акционерного общества «Агрокобринское». На Кобричине мы постарались. Мы взяли больше 100 тысяч зерна. Для Кобричины это важно очень. Потому что во многом от этого урожая зависит и следующий наш хороший год, который должен идти. У нас есть сегодня задел. Мы видим определенную перспективу. Мы поняли, что мы можем на самом деле работать. И знаем, как нужно делать, как бороться за урожай. И я знаю, что, наверное, сегодня 100 тысяч, которые мы имеем для Кобричины, однозначно не предел. Мы будем стараться держать этот же уровень и прирастать. Для этого все есть. Есть земля, и есть люди, и есть умения, и есть желания. Кульминационный момент ежегодного фестиваля ярмарки «Дожинки» – чествование главных виновников праздничного действа – тружеников села. В этом году 116 человек – механизаторов, инженеров, комбайнеров, водителей, членов молодежных и семейных экипажей, а также руководителей хозяйств районов – получили награды за трудовые заслуги. Победителям, безусловно, такое признание важности и значимости их работы приятно. Однако героями они себя не считают и говорят о своих достижениях мало. Обязательно добавляю, что каждая их награда – заслуга всего коллектива, а «Дожинки» – общий праздник. Наша страна держит путь агропромышленного комплекса, поэтому мы обязаны нашу молодежь воспитывать вот на таких праздниках, но воспитывать правильно. Показывать, как можно работать, как можно достигать высоких показателей и как можно потом, соответственно, на таких праздниках отдыхать. Это соответствующая профессия. Должен иметь удостоверение тракториста и водителя, также знать навыки слесара. Ну и комбайн почти месяц готовится перед выездом на поле. И опыт, конечно. Мы уже седьмой год. Тяжело было, погода хорошая позволила убрать все в кратчайшие сроки. И вот гуляем сейчас. Все прошло быстро, и в срок, и качественно. Высоко оценены итоги работы Брестского региона и на республиканском уровне. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Зайц в своем выступлении особо подчеркнул тот факт, что Берестельский намолот – весомый вклад в общереспубликанский каравай. А значит, и в создание крепкого фундамента агропромышленного комплекса страны, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Заслуживают высочайших слов похвалы именно хлеборобы Брестской области. За них, будем говорить, такой трудовой подвиг. Потому что такой хлеб только подвластен именно сильным профессионалам, технологам, кто ни жалей ни сил, ни труда, ни личного времени для того, чтобы обеспечить именно такие весомые показатели главной отрасли земледелия – это именно в зерноводстве. В своем обращении к гостям дожинок губернатор региона Константин Сумр еще раз подчеркнул, что борочная страда текущего года была по-настоящему жаркой и дело не только в погоде. Летний день кормит год. Для Брещена, как края аграрного, эта поговорка особенно актуальна. Богатые и плодородные земли, без сомнения, важная составляющая успеха, однако не единственная и, скорее всего, не главная. Люди – настоящие труженики и истинные хозяева своей земли. Основной потенциал и залог не только нынешних, но и будущих рекордов. А в том, что они непременно будут, сомневаться не приходится. Нынешняя жатва, по мнению Константина Сумара, это только новая точка отсчета в достижении еще более высоких результатов. Всегда наша область имела хорошую продовольственную безопасность, ежегодно. Но в этом году действительно урожай рекордный, потому что мы на каждого человека, который проживает в Брестской области, вырастили и получили, положили в закорма более одной тонны зерна, чего никогда не было. Поэтому, конечно же, в этот прекрасный солнечный день нельзя не сказать огромное-огромное спасибо всем нашим хлеборобам, которые имели отношение, имеют к этому большому караваю. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.